Языки Мунда подгруппа астро-азиатских языков. Ну и специфика какая, что это астро-азиаты, которые в Индию переселились. То есть они там, короче, не коренные, там была миграция астро-азиатские языки. Понятно, что где-то во Вьетнаме, то ли в Камбодже они сформировались. А эти продвинулись в Индию, и там подверглись влиянию арийских языков, а также сохранили многие древние астро-азиатские формы. И вообще, сам вот тот факт, что это агротинативный язык был, потому что те, что остались на месте, такие как вьетнамские и Камбоджи, они подверглись влиянию тай-кадайских, сино-тибетских, и перестроились во многом, стали походить на китайские. А вот Мунда сохранились, какие они старые были, но в то же время они испытали влияние индийских языков. Из них они неравноценные, хорошо известные, и много миллионов на них говорит. Это языки Санталии и Мундари, про которые я сделаю отдельные клипы, а многие довольно малоизвестные. Санталии, тем не менее, является одним из официальных языков Индии, и там довольно много, в общем, там прям целые территории, на которых он официально используется. Основные особенности всех языков Мунда, там три числа, единственное, двойственное, множественное, потом два рода, одушевленные и неодушевленные, то есть не мужской, женский, а одушевленные и неодушевленные, такие роды. Также у них есть инклюзивное и эксклюзивное мы, и большой набор всевозможных суффиксов, которые обозначают время, также используются редупликации, ну и вообще это агглютинативный язык с большим количеством всяких форм. То есть языки Мунда, они агглютинативные и даже практически полисинтетические, потому что очень много, короче, всяких суффиксов. Вот. Ну и они в целом не любят сочетания согласных. Вот такие вот языки, но примеры вот в виде Санталии и Мундария я покажу. По современным представлениям, языки Мунда отделились где-то в Индокитае примерно 4 тысячи лет назад, то есть примерно 2000 год до нашей эры, языки Мунда отделились от основных австроазиатских языков, и переселение в Индию шло, видимо, где-то параллельно, то есть вот с севера на Индию наступали индоарийцы, это примерно у нас второе тысячелетие до нашей эры, да, вот с севера наступали индоарийцы, а из Бирмы наступали вот эти Мунда. Однако индоарийцев было больше, они там победили, и Мунда получились вот сейчас окруженные индоарийцами, и эта ситуация уже где-то 3 тысячи лет. То есть они живут в океане из индоарийских языков, которые, конечно, на них влияют. Примерно полторы тысячи лет до нашей эры вот уже появились в Индии эти самые носители языков Мунда. Классификация сложная, потому что они многие неописаны, ну, как правило, 5 выделяют групп даже, как правило, выделяют северные Мунда и южные Мунда. Ну вот северные Мунда это как раз Мундарий и Сантали, которые более многочисленные, а южные менее многочисленные, но также такие языки, как Корку, Рема, Савара, совсем короче маленькие, и они вообще даже выделяются как отдельные какие-то ветви, то есть вообще как бы не вписываются в эту систему северные и южные. Ну вот сведения о распространении, из которых мы видим, что да, самые массовые Сантали 7 миллионов 400 тысяч носителей, и в основном это Бенгалия. В принципе, карту вот ранее показывал, где они там, прям посредине, где-то они, короче, все равно со стороны Бирмы, они там где-то живут в горах большей частью. Ну вот 7 миллионов 400 Сантали, Мундарий – миллион 600, потом язык Хо – миллион 400, язык Корку – 727 тысяч носителей, говорят, сильно отличаются от Сантали. Ну вот также языки Сора, Хария, Кода и так далее. Ну и есть там совсем маленький вымирающий язык, Гурум имеет только 20 носителей. Тем не менее, вот эти вот все они хорошо описаны, в Индии к языкам внимательно относятся, и хорошо описали все вот эти языки Мунда. В результате довольно неплохо реконструирован Протамунда. Ну вот это то, что о них вообще известно, и два конкретных я позже еще рассмотрю.